Но это не даёт такого счастья, как вы ожидали. Это не вызовет такого счастья. Семейная жизнь тоже. Люди там умирают. Хочу муж замуж, хочу жену, хочу детей. Но это не даёт такого счастья, как вы ожидаете. Такого счастья это не даст. Вот ожидание гораздо ниже от того, что происходит. Да, в том-то и дело, сейчас такая ситуация, что вроде и в семье хорошо, и на работе хорошо, и всё. А удовлетворения как-то такого нет. Вроде всё должно быть так, но куда дальше направить свой взор? Либо это какие-то материальные цели, но это уже понятно, что это не будет счастья. Семья, но это тоже хорошо. Но я чувствую, что это не... Вот смотрите, я вам сейчас расскажу кое-что. Часто люди не знают, что такое развитие. Большинство людей думают, что развитие – это очень крутое образование, очень крутое место для деятельности, для жизни, для работы. И это означает развитие. А надо ещё круче. Образование и работа. Это на самом деле не развитие. А вот смотрите, если говорить о развитии, то даже материальное развитие увеличивается у того, кто становится лучше, как человек. Вот, допустим, если у вас, допустим, есть какая-то ответственность перед людьми, вы знаете, как важно иметь хорошего работника, чтобы он работал, чтобы он вас не дурил там, чтобы он был честным, упорядоченным. А это всё качество личности, понимаете? Качество личности не идут просто, не возникают сами по себе, их надо развивать. И если вы развиваете качество личности, вы становитесь сильнее даже в материальной точке зрения, потому что вы становитесь более привлекательным для всех, как человек. Понимаете? Но люди не развивают качество личности. И образование важно. Но есть три типа образования. Есть духовное образование. Когда человек имеет духовное образование, он становится счастливым даже в нищете. Он нищий и счастливее вас. Представляете, он радуется жизни, он видит, любит природу, любит людей, Бога. У него просто шикарная жизнь с точки зрения счастья. Есть нравственное образование. Оно поднимает человека в социуме просто капитально. Ну то есть если человек нравственно сильный, то у него может быть очень высокое положение в обществе. И есть материальное образование. Это институт, там квалификация в труде. Это тоже даёт человеку определённую силу, но эта сила очень неустойчивая. Допустим, у вас наступил плохой период астрологический, вас приплюснуло. И как вы будете из этого выкарабкиваться? Вам ничего не поможет. Ваше образование не поможет. Не поможет также и ваша работа, потому что её начнёт гнуть. Понимаете? Всё, не будет ничего получаться. И без молитвы тут не справишься. А люди даже не знают, что это такое часто. Они не знают, как можно судьбу побеждать какими-то другими методами, кроме как связи, деньги и так далее. И они в результате влетают в трубу. То есть человек нравственное развитие не имеет. Даже здоровье, если человек в здоровье не вкладывает, допустим, плохой период по здоровью пошёл, человек работать просто не может. У него нет сил, возможностей, и опять всё рушится. Понимаете? Поэтому вот это вложение только в работу и в образование – это очень примитивный способ жить. Понимаете? Этот способ не даёт результата. Потому что у нас есть много факторов, которые могут нас подкосить. Это плохая судьба в семье, плохая судьба в деятельности, плохая судьба со здоровьем. Плохая судьба означает плохая судьба. Что ты с ней будешь делать, кроме как бороться с самой судьбой? Люди пытаются, думают, что у меня всё будет хорошо. Это всё иллюзия. Вот у вас, допустим, через полтора года начинается тяжёлый период, связанный с личной жизнью. Вы этого не знаете ещё, потому что у вас нет духовного развития на это, чтобы узнать. А три года назад закончился плохой период, связанный с деятельностью. Так как он закончился, я чувствую, о, мне классно, как бы всё классно. Но жизнь не бывает всегда классной, понимаете? Сейчас вот классно, потом будет не классно. И надо с этим что-то делать, хотя это духовная сила должна быть, понимаете? Можно духовной силой, что хочешь преодолеть, любую судьбу, но надо знать, как. Даже просто аскезы, которые человек совершает, даже хотя бы просто бег, это тоже аскезы, она побеждает судьбу. Или пост, допустим. Это такие примитивные методы, но есть ещё молитва, более мощный метод. Бог не удовлетворён в вашем сердце, потому что Он хочет, чтобы вы развивались глубже, всесторонне. То есть вы достигли определённого материального уровня, это хорошо, это нормально, это не неплохо, а нормально. И теперь надо дальше развиваться уже в других вещах. Остановитесь на этом уровне и развивайтесь дальше. Мы хорошие, вот давайте так, послушайте меня, я решаю, кто будет. Вы знаете, у кого какая судьба? Вы знаете, у кого кому сейчас тяжелее всего? Нет? Нет, а я знаю. Поэтому я буду решать. Давайте так решим. Я буду. Люди руки поднимают. Я смотрю, вот же девушка. Да? Добрый день, Олег Геннадьевич. У меня такая ситуация. Работая в коллективе своего отдела, я спокнулась для себя с новым видом взаимодействия между своими коллегами. Конечно, я в них вижу и положительные стороны, мы с ними хорошо общаемся, но есть такие, например, как ежедневные разговоры на негативные ситуации, то есть это и обсуждение новостей, в том числе и про убийство, и насилие. Это как бы смакуется, и мне неприятно это слышать постоянно. То есть, каким образом реагировать на такие ситуации? А вы начальница? Нет. Просто сотрудница? Я ведущий специалист. Ну, то есть, вы не можете организовать атмосферу на работе. Если бы вы была начальницей, надо было просто включать тихо духовную музыку на работе, и у людей бы был позитивный настрой всегда. То есть, им трудно было бы говорить на негативе, на фоне вот этой вот энергии, душевной энергии, чистой энергии. То есть, это такое активное воздействие на среду. Если вы не можете активно воздействовать, вы сами находитесь внутри этой среды, тогда хотя бы в одно ушко включайте себе духовную музыку в плеер. У вас, видите, волосы закрывают уши. Если у вас там уши в одном будет торчать, и просто тихо играет духовная музыка. И все, и как бы вы когда слышите, кто-то начинает. Сразу. Сейчас появилась такая передача. Ну, я не знаю, на каком канале она, но если вы в интернет найдете, «Время вперед» называется. Найдите «Время вперед». Передача. Раньше была такая передача. Сейчас тоже появилась. И там только хорошие новости. Про страну, про развитие, про людей, сколько добрых дело не делают. Вот это надо смотреть. Раз в неделю выходит такая передача. Там просто счастье, одно удовольствие смотреть этот новостной выпуск. Это новости тоже. Ну, одно удовольствие. Только хорошие новости вообще. Только хорошие новости. Олег Геннадьевич, можно дополнить? Вот. А что касается людей, ну, как бы люди будут, конечно, будут так себя вести, но нужно противодействовать духовной силой. В одном ухе... Сейчас даже есть такие системы, что просто в ухе стоять даже проводка не надо. И где-то лежит там у вас проигрыватель, и вы слушаете, можете слушать музыку духовную. Допустим, если вам надо соображать, то тогда лекцию не надо ставить на работе, если надо думать о работе. Если механическая работа, можно даже лекцию ставить. Вот. И всё. Если, допустим, там кто-то болтает, вы на музыку сосредотачиваетесь, и всё. Просто дело в том, что там люди намного старше меня. То есть уже... Они с вами пытаются, с вами пытаются разговаривать об этом. Да. С вами что-то типа... Ну, не важно. Надо просто... Надо просто дурочку включать. Говорит, я не понимаю, ничего в этом, простите. Давайте поговорим лучше о здоровье. Мне это интересно. Это разрушительные темы для психики, для судьбы. Когда человек, понимаете... Понимаете, если бы я так лекцию читал, сейчас бы вам капец бы было просто. Ну, понятно. Надо потише чуть-чуть там звук вам сделать, а то у меня слишком громко получается. Рубки там чуть-чуть потише. Я сам буду прибавлять. Да, мои хорошие, вы меня прямо задалили сегодня. Всё. О! Мандолины! С кем я разговаривал-то? Вставайте! Видите, как весело становится. Вот девушка такой, как бы... Нет, за вами. Тяжёлый что-то период идёт какой-то. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Большое спасибо за приезд в наш город. Это, мне кажется, большая удача для всех нас. Может, для меня удача? Откуда вы знаете? Ну, по крайней мере, для меня... Может, вы меня все благословите больше, чем я вас один? Кто его знает? У меня вопрос про личные взаимоотношения и про нашу семью. То есть мы с мужем 4 года в официальном браке, вместе уже 8 лет. У нас двое детей, маленьких очень. То есть мы оба приезжие из других городов, и здесь, в Иркутске, у нас не очень получается укрепиться. То есть то у нас, значит, садик не получается у детей получить, то... Ну, то есть вот как бы у нас съёмная квартира. И мужа не нравится в городе в последнее время очень сильно. То есть его начинает раздражать вообще вся атмосфера города, абсолютно всё. А где вы живете до этого? Я с области, с Зимакова. А он откуда? А он с Якутска. Ну, то есть... Вот, Якутска. Чем он занимается? Он много себя ищет. То есть я ему как бы объясняю, по вашим декциям, что... В этом проблема, он просто суетится, надо успокоиться. Ну, он не хочет успокаиваться. Ну, молитесь тогда за него. Я молюсь за него. Всё. И уже в последнее время, как бы, я молюсь. Мне кажется, ещё хуже становится, потому что он... Хуже становится, потому что у него период тяжелее становится. Да, и... И у вас тоже в тяжелый период сейчас. Хуже из-за этого становится. Сейчас он просит меня согласиться. И уже, я уже даже согласилась переехать на Байкал. То есть в посёлок городского типа Усть-Баргузин. А там что он будет делать? Там, у него целая философия про то, что... То есть воспитывать детей не в городе, в городской свете. Причём детей? Где зарабатывать он будет? Зарабатывать он будет в столярной мастерской. Там есть. Как бы, ему он уже оформил аренду на себя там. Ну, переезжайте, ничего плохого не вижу. То есть... Ну, у меня в городе... Мне очень нравится жить в городе. Ну, понятно. С женщиной в деревне, понятно, не будет нравиться. То есть у меня и работа. Я очень люблю, как бы, свою профессию. А что, какая у вас профессия? Творческая архитектура и дизайна занимаетесь. Ну, капризничайте тогда. Капризничайте, чтобы он не переехал. То есть, ну, вот, не знаю, мы же и ругаемся, и что только я не делаю. У вас сейчас идёт плохой период связан с личной жизнью. Этот переезд усугубит этот плохой период. У вас будет опасность и разрушение семьи. Ещё хуже, да, может? Спасибо вам за цветы. Спасибо. Спасибо, будьте счастливы. Ещё хуже. Обмен. Да, я думаю, ну, похоже, что он уже решение принял. Уже принял сегодня, вот прям. Ну, вам не надо ничего, вы ничего не сделаете. Ну, вам там будет тяжелее. Молитесь тогда сильнее Богу. То есть, всё-таки туда ехать? Ну, чё, как вы? Чё, вы не поедете, что ли? Года на три. Года на три? У вас тяжёлый период сейчас начинается. Тяжёлый период связан с личной жизнью. Он продлится два с половиной года. Ещё. И этот тяжёлый период означает ссылка в деревню. На три года? На три года, да, ссылка. А там что-то, какие-то деньги он сможет хоть зарабатывать? Или там вообще непонятная ситуация? Да, сможет. Он сможет получше зарабатывать, чем здесь. Лучше, да. А вы вообще не сможете. Поэтому в целом получится то же самое. Ну, я могу удалённо работать, но это не даст мне общение с людьми. Там, ну, то есть... А сколько до города ехать оттуда? 16 часов. Ну, до города всё за до Иркутска. А до Оланды там? Ну, общайтесь по интернету, общайтесь с кем-то там. Есть много вариантов общения по интернету. У нас есть онлайн-семинары. Мои лекции можно слушать раз в месяц онлайн. Организуйте там группу прослушивания лекций. Через это появятся у вас единомышленники такие. Что-то делайте, шевелитесь в деревне. Почему? Интернет-то там есть в деревне, нет? Я надеюсь. Если нет интернета, тогда всё для вас. Кранты. Вот. Видите, тяжёлая ситуация в жизни. Ну, вот вы, девушка, тоже рядом. Тоже что-то... Спасибо. У меня такой вопрос. Если муж... Объёлся грушей? Нет, грушей не объёлся. Хороший муж. Если муж категорически, ну, не категорически, но не приемлет вот особо все эти взгляды на вегетарианство, веганство, ну, и так далее. Ну, ему же надо силы, чтобы работать. Да. А силы, он думает, от мяса идут. Ну, я почему? Я, например, на вегетарианстве, переходящем в веганство. Иногда там голодун, иногда сыроед, и... Это уже перебор. Ну... Чё, ну... Тихий. Переборы, говорю, точно. Вопрос в случае заключается. Что от мужа отстать, в этом смысле, вообще никак... Отстать. Отстать. Иначе вы вообще испортите отношения. Потому что он чувствует, что что-то не так. Я тоже чувствую. Ваше сыроедение напрягает вам психику. Но телу лучше становится, а психике хуже. Мне надо кому-то помочь включить компьютер в сеть. Мой компьютер надо в сеть включить. У меня есть шнур. Здесь где-то должна быть сеть. Надо включить. Иногда люди фанатеют с этим вегетарианством. То есть веганство, вот это сыроедение, это очень опасный тип питания. Он какое-то время хорошо помогает человеку. Потом постепенно... Спасибо большое. Потом постепенно появляются такие симптомы, нарушение сна, снижение пищеварения в целом, сильная раздражительность, неприязнь к людям, напряжение в отношениях с людьми и в целом психическое напряжение. Это результат сыроедения длительного. Больше 6-7 месяцев начинаются такие симптомы. Потом у человека начинается вообще истощение у человека в организме. Это опасная практика. Некоторым она подходит, но вам нет. Вас напрягает эта практика сыроедения, не ваш способ жить. Веганство, в принципе, если там вареная пища есть, ну, приемлемо в каких-то случаях. Но что вам молоко-то плохо сделал? Это любовь к корове. То есть молочная пища вообще считается основой благости, жизнеблагости. Молочная пища является, молоко и мед – это главные благостные продукты на земле. Если молоко убирать из питания, то энергии благости уже не так много в организме. Накрутили вам мозги просто. Будьте осторожны с любым знанием, понимаете? Когда вы видите, что знание такое – только так, никак, все остальное. Вареная пища – это как бы ядовитая пища. Вот когда вы такое слышите, это знание в страсти. Потому что люди тысячелетиями ели вареную пищу. С какой стати она ядовитая, если люди тысячелетиями это ели? Когда человек варит пищу, готовит на огне пищу, он туда вкладывает любовь. В результате эта пища любовью наполняется. Огонь сам по себе, он тоже – это энергия любви. Люди часто питают сырой пищей, не хватает любви к людям, они становятся сухими, черствыми. У них психика не работает на отношениях. Ну, то есть, как бы во всем должно быть золотая середина какая-то. Но когда вы слышите такую философию – все это плохо, только сыра, пища, все остальное плохо – это философия в страсти. Ну, то есть, когда люди вот так проповедуют – фанатично. Это значит, что это не благость, это страсть. И она приводит тоже. Я вот был когда на фестивале вегетарианском, там разные были вегетарианцы, и вот эти все сыроеды, они вели себя ужасно просто. Они ходили всем, ты чего, ты ешь вареную пищу, это яд. И понимаете, глаза квадратные совершенно, всем разговоры только про пищу. Я говорю, вы чего только о еде-то говорите, давайте о Боге поговорим. Они говорят, еда – это самое главное в жизни, мы из еды состоим. Я говорю, вы душа, вы состоите из духовной энергии, вы не тело, я говорю. Он говорит, понимаешь, сырая пища дает много энергии. Я говорю, энергии как бы, энергии много, означает, сила есть, ума не надо. Вот есть даже санскритское слово «бала» означает «сила», «ван» означает «человек». «Болван» – значит «сильный человек». Прямой перевод санскрита – «сильный человек» – «болван». Иногда сила портит мозги человеку, он становится тупым от того, что много энергии у него. Поэтому будьте осторожны, когда вы сталкиваетесь с философиями, которые в страсти находятся. Это нельзя, то не ся, там такой жесткий такой стиль мышления. Это означает, что люди дезориентированы. У меня порядка 20 друзей занимались сыроедением. Ни один из них не остался на этой диете. Все перешли на вареную пищу, но в какой-то степени. Потому что это факт, что в городе не хватает праны, психической энергии. Потому что не хватает деревьев, не хватает природы. Поэтому сырой пищи должно быть где-то половина рациона, может быть 60%. Но чуть-чуть вареной должно быть пищей. Вот это правильное мышление. А полностью одна сырая, особенно в Сибири, когда в холодные зимы, это может привести к катастрофическим последствиям со здоровьем. Поэтому ваш муж и волнуется. Я его понимаю. Он чувствует, что с вами что-то не то происходит. И с вами что-то не то происходит. Это факт. У вас увеличивается напряжение в теле. Я прямо это сейчас вижу. Например, полгода назад вы было меньше, чем сейчас. Вы неправильно питаетесь. У вас перебор. И вы это поймете, может быть, через полгода, не раньше. Сейчас у вас легкость в теле, хорошо все. И потом вы увидите плачевный результат этого всего. Само сыроедение хорошо, как очищение организма. Можно полгодика не есть вареную пищу, очистить организм, а потом опять кушать начать. Последний случай с сыроедением был такой. У меня прямо конкретно товарищ, который со мной работает, живет. Он два с половиной года ел только одну сырую пищу. Потом, когда он стал как Бухенвальд, весь тощий, у него пропала возможность. То есть у него выключилось пищеварение полностью. Потому что сырая пища, она гасит огонь пищеварения постепенно. У него полностью выключилось пищеварение. И он полностью исхудал уже. У него началась дистрофия в организме. И мы его вытаскивали из этого состояния. Где-то месяца три. Ну, потихоньку вареную пищу начали давать. Она у нее переварится, у нее по носу идет постоянно. То есть мы постепенно включили ему пищеварение. Это последний самый случай сыроедения у нас в нашей команде. Ну, мы решили, что надо заминать с этим уже достаточно. Ну, есть люди, которые очень горячие по природе. Когда человек очень горячий просто, и он не может жить вареную пищу. Есть у него все там, или аллергия, или сахарный диабет, бронхиальная астма. Я вам расскажу, ну, как бы, варианты, когда одна сырая пища хорошо. Это сахарный диабет, бронхиальная астма, тяжелые кожные заболевания, жар сильный в теле, сильно высокое давление. И когда человек жарко, и у него давление повышается, тогда вот можно только одной сырой пищей питаться всю жизнь. И будет отлично. Но это один человек из ста. Всем остальным так не надо питаться. Ну, вот вы, женщина, в платочке. Добрый вечер, Олег Геннадьевич, рада вас видеть. А кто со мной говорит? Я. Вы тоже в платочке, да? Да. Понятно. Ну, хорошо, вы спрашиваете. Извините. У меня вопрос. Развитие по мужскому типу понятно. Семье. Развитие по женскому типу меня интересует. На данный момент у меня ситуация муж, семья, двое ребятишек, дом, все хорошо. У меня сейчас есть возможность выйти на работу. Какая работа? Работать на железной дороге с мужем. Кем? Я даже не могу выше, ну, рассказать, как называется эта должность. Помощник, помощник, а там и так далее. Вопрос не будет. Ну что, менеджментом будете заниматься? Я не имела никогда... Я имею образование железнодорожное. Я закончила лову железнодорожную. Я никогда не работала на железной дороге. А на данный момент есть возможность устроиться. Младшие дочки 4 года. Социум, родственники. Глубоко не понимают, почему до сих пор я не работаю. А я занимаюсь... Вам хочется на работу? Нет. Меня все устраивает и так, я занимаюсь дома. То есть вы запрос задаете, чтобы Олег Геннадьевич подтвердил, что работать не надо, и я могу это сказать от мужа таким образом? Нет. Олег Геннадьевич в результате будет врагом? Нет, нет, нет. Муж тоже не настаивает. В чем ваш вопрос тогда? Удивляются родственники, некоторые друзья и так далее. Думаю, ну, работа не особо будет меня напрягать 4 часа в день. Поэтому, думаю, может выйти, ну, чтобы я еще все успевала дома. Или продолжать заниматься той деятельностью, ну, которой я и до этого занималась, там, детской площадкой. Вот женщины, вот мужчины, смотрите, иногда женщина ведет себя таким образом. То есть она уже знает правильный ответ. Да. Вот она знает правильный ответ. И она задает вопрос, как будто бы она его не знает вам. И не дай бог вам ответить не так, как она знает ответ правильный. Это будет жесть просто. Да, хорошо. Делайте так, как вы решили. Спасибо. Просто до этого я занималась недвижимостью. Мне это очень нравится. Ну, на данный момент не могу найти такую организацию, где бы я пригодилась, и мне бы было приятно работать. Ну, вот. И еще вопрос по поводу переезда у меня в теплые страны. У нас в Россию, в Ванапу. То есть я хочу совместить проживание в Сибири. А вы жили в Ванапе? Вот так. Нет, я туда только приезжала в сентябре месяце, когда проходил фестиваль «Благость». Вы даже не представляете, насколько там тяжелый климат. Вот у нас на фестивале «Благость». У кого запор, там у кого головные боли, у кого мигрени. Мы там просто как эти кашпаренные бегаем сутками. Людям приводим в норму здоровье. Там очень тяжелый климат в Анапе. Вы имеете в виду жара? Нет, я говорю климат, тяжелый климат. Жара – это там полгода, а потом там ветра, и влажный очень климат тяжелый. То есть Анапа – это не самое лучшее место для жизни. Может, вам найти получше, помягче климат? Если вы на юг хотите, там есть более мягкий климат. Я не полагала. Ну, после поездки я решила, что переезжать мы туда не будем, скорее всего. Но будем заниматься чем-то там. Примерно полгода проживать здесь, в Сибири, оставить. То есть летом туда? Да. А зимой сюда, да? Ну да, нелогично, конечно, но дети у меня в школе, поэтому открывать их отсюда не хочется. Уровень образования меня там не устроил в учебных заведениях, поэтому как-то так. Скучно, короче, вам жить, да? Нет. Да, что-то хочется, то ли на юг, то ли еще куда-то. Нет, может, я неправильно расскажу. Скучно, девочки. Да? Мои хорошие, если вы задаете мне вопрос при всех, задавайте связанные с темой лекции или как-то вот по судьбе. Потому что использовать доктора Тарсунова как справочный автомат. Монетку бросаем. Иго-го. А теперь туда, в Анапу или в Иркутск. Олег Геннадьевич, ну-ка, давай правильный ответ. Иго-го, давай, правильный ответ. Я спрашивала правильный ответ. А что тогда вы спрашивали? Ну, будет ли полезно это моей семье? Помолитесь Богу и узнаете, будет это вам полезно или нет. Вам и так жить здесь неплохо сейчас. В чем ваши проблемы? Ну, я вас услышала сети большого. Если у вас есть проблемы, вы обращаетесь к ней старшему. А если проблемы нет, тогда вы просто молитесь и узнаете, как вам лучше жить. Не используйте старших ради глупых вопросов. Это очень опасно для вашей судьбы. Потому что я здесь представляю Бога для вас. Спасибо. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Садитесь. Год назад у меня начался сложный период в жизни. Он закончился разводом. Инициатором был муж. Вопрос в том, что мы обвенчаны. Мои хорошие, у меня просьба, пожалуйста, больше сами микрофон никто не берите. Я буду спрашивать тех, кого я считаю нужным. Иначе будут такие вот ситуации. Мы обвенчаны. И я пыталась сохранить семью. Предлагала обратиться к психологу, к подпященнику. Но муж отказался. В итоге все кончилось разводом. Сейчас мы даже не общаемся. То есть я к нему хорошо отношусь. Я ему просила. Все, что было. У вас дети есть? У нас нет. Я потеряла ребенка как раз в год назад. Он ушел в другой этаж, девушечки. Да. Но я очень хочу родить детей и завести семью. А вот то, что мы обвенчаны, меня останавливает. То есть меня смущает. То, что мы... Но вы же не разрушали семью. Чего вас это смущает? А ну, как бы, это же связь. Это больше, чем просто штамп в паспорте. Связь. Отверждают два человека. Что такое венчание? Венчание – это когда Бог... Вы клянетесь Богу. Понимаете? Но вы не можете клясться за Него. Вот в чем дело. То есть вы клянетесь Богу, и Бог тогда будет защищать вашу семью сильнее, чем всех остальных. И Он защищал сильнее, чем всех остальных. Он не сразу от вас ушел. Ему пришлось много усилий над собой приложить, чтобы уйти. Понимаете? Бог защищал. Это называется венчание. Бог защищает вас. Я поняла вас всегда. Что вы поняли меня? Что Вы поняли? Что Бог защищал нас, нашу семью. И не смог защитить, да? Не смог, да. А еще что вы поняли? Я поняла о себе. Что, например? Что я была неправокатой отношению к Муму во многом. В чем, например? Не достаточно приютного терпения местами? Это правда. Но главная причина того, что произошло, не это. А в чем? Мы мало что знаем о себе. Понимаете, в прошлой жизни в мужском теле жестоко бросили жену. За это сейчас ответили. Вот и все. Ну, у меня есть шанс выпустить дальше меня. Конечно, есть. Почему нет? Надо просто молиться Богу, раскаиваться в том, что было. И жить дальше. Не нужно привязываться сильно к человеку, который вас предал. Ну, будьте сильнее. Будьте сильнее. И поймите, что разрушаются семьи просто от того, что люди живут безнравственно. Они не знают, какие-то высокие цели жизни не ставят перед собой. Понимаете? В этом причина того, что происходит. Ну, вот напряжение между нами как раз началось, когда я пыталась духовно развиваться. Я начала практиковать это дальше. Это всегда возникает напряжение, когда человек духовно развивается. Всегда напряжение — это испытание для судьбы. Но причины его ухода нет. Просто плохая судьба ваша подействует. Ну, плохую судьбу я периодически, конечно, ощущаю. Да. Но это не только связано с семейной жизнью. То есть, ну, как бы было несколько вопросов жизни. То есть, даже с момента рождения. Это другое совсем. Это другая тема. То, что сейчас произошло, это чисто семейная жизнь. И это было с самого рождения у вас уже этот период существовал. То есть, если бы вы очень сильно молились, вы бы могли, ну, сохранить семью. Но, ну, как бы вы не смогли, не сохранили. Этот назад человек не вернется к вам. Это невозможно. Я вам об этом уже понимала. Потому что, ну, есть всегда признаки. Вот послушайте меня. Если мужчина, если женщина очень сильно привязана к мужчине, то есть, она, ну, как бы, верит в него, а не в Бога, тогда или мужчина сильно привязан к женщине, он верит не в Бога, а в женщину в эту. Тогда человек бросает навсегда обычно. Ну, то есть, когда вот именно такая вот сильная привязанность присутствует, и человек ломается от того, что его бросает, он в том ждет сильно, теряет себя, то это патовая ситуация обычно. Поэтому будьте осторожны, привязываясь к близкому человеку. Лучше выполняйте перед ним свой долг. Лучше привязывайтесь к Господу, пытайтесь ему служить, для него жить. Нельзя зависеть от близкого человека так сильно, что теряет себя. Когда человек так сильно зависит от близкого человека, то тот начинает гордиться собой и бросает жестоко. Спасибо. Нужно прийти в себя, нужно стать сильной в молитве, обрести силу внутреннюю. И тогда у вас все будет хорошо в жизни. Воспрять дух вам нужно, стать сильнее. Хорошо? Мои хорошие, у меня к вам просьба большая. Я бы сильно не хотел, чтобы вы мне задавали вопросы вот такие, туда или сюда, это или то. Понимаете? То есть я не спортлото, то есть я не кассовый аппарат по определению, куда, туда или сюда. Я старший, которого надо спрашивать о том, как мне жить, как мне победить судьбу, что мне делать в жизни, как правильно решать свои вопросы, свои судьбы. То есть надо задавать вопросы о победе над судьбой, понимаете? А не о том, где мне лучше будет жить и как. Потому что это не та функция, понимаете? То есть я не для этого предназначен. Бог дал мне вот видение судьбы человека не для этого, чтобы я угадывал, что лучше то или это. Поймите, это неправильное использование старших в целом. Надо, если вы хотите мне задать вопрос, задавайте вопрос про жизнь. Вот как вот сейчас вот вопрос был правильный, что мне делать, как мне жить, потому что у меня ушел муж. Это хороший вопрос, очень. Я очень доволен. Больше вот такие вопросы, куда мне ехать, туда мне ехать, как бы, чего, как, чего. Там вот с той стороны вот девушка, когда спрашивала про переезд, там, ну, есть о чем спросить, потому что там могла разрушиться семья. Да, если, ну, если этого не знать, можно попасть в эту ситуацию. Ну, а так вот, допустим, если все хорошо, ну, где мне жить, там или здесь, ну, что-то мне скучно, может, я туда поеду. Как бы, мои хорошие, ну, пожалуйста, не надо. То есть это вызывает просто гнев в сердце. Понимаете, когда человеку нормально жить, он должен думать о том, как ему, ну, молиться Богу, служить ему. Потому что жизнь очень коротка, понимаете? Если все хорошо в жизни, нужно настроить свою жизнь на высшие какие-то ценности, высшие цели, идти туда и забыть обо всем остальном. И тогда жизнь станет прекрасной и чистой. А как вы будете там жизнь свою оформлять? Ну, живите полгода на юге, полгода на севере. Ну, нормально. И это не принципиальный вопрос, понимаете? Принципиальный вопрос – это, что будет в вашем сердце во время вашей жизни. Да это принципиальный вопрос. А где вот жить – это не принципиальный вопрос. Для судьбы. Потому что если начнется плохой период, хоть где вы живите, вам все равно будет плохо. Не имеет значения, куда вы переехали. Если уж говорить о переезде, то давайте я вам расскажу про это. С точки зрения судьбы. Западное направление увеличивает у человека занятость, количество денег, увеличивает у него комфорт, уменьшает духовную силу, уменьшает отношения между людьми, отношения рушатся, комфорт увеличивается, количество работы и денег увеличивается. Соответственно, количество внутреннего счастья уменьшается. Восточное направление. Если, допустим, мне сказали, ехать во Владивосток или нет. Восточное направление увеличивает духовность, увеличивает чистоту, уменьшает количество денег. Увеличивает близость к Богу, увеличивает отношения, улучшает отношения между людьми. Южное направление. Увеличивает наслаждение, чувственное наслаждение, распущенность, разврат. Опасность разрушения семьи возрастает многократно. Южное направление. И, соответственно, страдания тоже возрастают. Северное направление увеличивает погруженность в себя, замкнутость. Возможно, депрессии тоже в результате. Уменьшает отношения. То есть, если южное направление, там больше отношений, больше счастья в отношениях. Ну и больше распущенности, соответственно. То в северном направлении человек больше уходит в себя. И отношения с людьми тоже у него в какой-то степени страдают. Потому что человек сильно погружается в себя, становится замкнутым в северном направлении. Западное направление тоже замыкает. Восточное направление увеличивает сердечность в отношениях. Запад увеличивает умственную платформу. Люди становятся очень грамотные, но менее сердечные. Восточное направление увеличивает сердечность, уменьшает грамотность. Люди становятся менее грамотные, но более сердечные. Так что лучше живите там, где вы живете. То есть, все направления эти опасны. Но как бы из них всех восточных направлений лучше всего, но туда никто не хочет ехать, потому что там денег нет. Люди не чувствуют на Востоке деньги. Люди все едут обычно к деньгам и комфорту. И к деньгам, к теплу и комфорту люди едут. И они не понимают, что там, в этом направлении, находится цинизм, разврат, вероятность потери близкого человека возрастает многократно, вероятность перенапряжения от работы, вероятность бессердечных, бесчувственных отношений возрастает многократно. Поэтому Бог дал, допустим, место, где вы живете. Но живете, если не можете совсем, ну помолитесь, может быть, вам где-то в другом месте будет лучше. И здесь не важно, восточное, западное, северное направление. Не важно. Важно то, что, как бы, бывает такое, что человеку надо поменять место жизни. Но это обычно так, что человеку совсем здесь, крокодил не ловится, не растет кокос, как бы, все прямо плохо совсем. Плачет, Богу молится, не жалея слез. Вот, совсем все плохо, значит, может быть, где-то в другом месте будет лучше. Такое возможно. Возможно. Но если все хорошо здесь, ну чего вам надо? Ну живите спокойно. Все ведь хорошо. Чего надо? Вот это уже опасно. Потому что может быть хуже, когда ты переедешь. Здесь все хорошо, там может быть хуже. Это очень опасно. Ну вы сами решайте. У нас своя жизнь, своя судьба. Смотрите, изучайте свою судьбу. У нас в Анапе проходит фестиваль благости. Климат в Анапе ужасный. Но фестиваль благости очень хороший. И это смешиваясь, когда это все смешиваясь, соединяется, кажется, что Анапа – это рай. Нет, там очень тяжело жить. Там тяжелая энергетика с точки зрения жизни. Люди немножко такие тяжеловатые тоже. Курортное место. Люди живут просто теми, кто приезжает. Если вы говорите о Краснодарском крае, лучше приезжать туда, не на побережье, а внутрь. Там климат гораздо лучше. Вот в городах, поселках в Краснодарском крае. Занятость достаточно хорошая. Можно туда приезжать. Но там люди более наглые, чем здесь. Вот такие на понтах все как бы. Вам будет трудно общаться с людьми. Там люди не такие душевные, как здесь. Здесь больше сердечности в отношениях. Там может быть вам тяжело, потому что люди могут нахально себя вести и так далее. Имейте в виду, что это может иметь место быть. Потому что юг – распущенная психика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова